Водители, продавцы, слесари, инженеры, швеи, медсестры, врачи, фельдшеры, менеджеры, трактористы, учителя. Эти профессии сегодня самые востребованные в нашем регионе. В общей сложности работодатели предлагают более 9 тысяч вакансий. Вместе с тем, в нашем регионе отмечается тенденция к снижению численности безработных. О принимаемых мерах шла речь на аппаратном совещании. В ежедневном режиме мы контролируем ситуацию. В соответствии с поручением президента о восстановлении численности занятого населения до прежнего, то есть до ковидного уровня, были приняты масштабные меры по поддержке граждан экономики, повышению уровня занятости в регионе. В результате нам удалось стабилизировать ситуацию на областном рынке труда. И в настоящее время число работающих орловчан превышает до ковидный уровень. В области неуклонно сокращается численность безработных. К началу ноября текущего года она социала 2,6 тысяч человек, что также ниже до ковидного показателя было 3 тысячи человек. При этом количество вакансий в органах службы занятое значительно превосходит число безработных. Ценовая ситуация на потребительском рынке – еще один предмет обсуждения. Отмечено увеличение средних розничных цен от 1 до 7% на 14 видов социально значимых продовольственных товаров. Среди них чай, хлеб, яйца, подсолнечное масло, рис, гречневая крупа. Стоимость набора из 24 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, по данным Орелстата, увеличилась за месяц почти на 60 рублей и составила 4229 рублей. При этом нашему региону удается сохранять позиции в рейтинге субъектов ЦФО с наименьшей средней розничной ценой на многие продукты первой необходимости, но для удержания цен необходимо оказать дополнительные условия. В том числе для реализации местной продукции, добиваться применения минимальных торговых надбавок на эти продукты, также система скидывается. Андрей Клочков поручил продолжить работу по мониторингу потребительских цен на социально значимые товары. Продолжение следует...